Друзья, давайте проведем с вами эксперимент, результатами которого вы обещаете поделиться в комментариях спустя время. Давайте следующий видеоролик, который выйдет на вашем канале, вы сделаете без монтажа. То есть это будет видео, залитое одним файлом, записанным на вашу камеру. Вы нажимаете кнопку «Запись», записываете ваш видеоролик, нажимаете «Стоп», достаете флешку, ставите ее в свой ноутбук или компьютер и загружаете файл на YouTube. Затем оптимизируете видеоролик, делаете значок, добавляете название, описание, теги, конечные заставки, подсказки. И по вашему графику публикации публикуете этот видеоролик и посмотрите, какова будет его статистика. Этот ролик – это не кликбейт. Я не зря назвал «Не редактируй свое следующее видео». Кому посвящен данный видеоролик? Тем, кто устает и тем, кто отчаялся. Тем, кто устал вести свой YouTube-канал и испытывает моральные трудности или даже моральное страдание от того, что ему нужно будет записать видеоролик, затем много времени потратить на монтаж, на добавление различных подписей, вставок, сложных композиций, эффектов, цветокоррекцию и так далее. При этом такое состояние чаще всего возникает у авторов, ожидания которых не оправданы. Это могут быть ожидания в плане просмотров или дохода. Сейчас и то, и другое актуально. Какие нафиг доходы, какие просмотры, сами видите, что происходит. Но это не значит, что нужно сдаваться. Это решение не редактировать свое следующее видео и публиковать его – это в какой-то степени компромисс. Но на самом деле можно редактировать видеоролик во время записи. Я сейчас вам расскажу, как это сделать. Это очень интересный лайфхак, который 100% вам понравится. Итак, первое – вам нужно составить план вашего видеоролика для того, чтобы вы поняли, какие элементы в нем вам потребуются. О чем вы хотите рассказать, как это можно проиллюстрировать и продемонстрировать. Если вы записываете статичный ролик и вы хотите что-то объяснить, вам потребуется дополнительный набор пропса. Но об этом чуть позже. Что такое пропса? Это англицизм, который мы как-нибудь заменим, в общем-то, став какой-то. Опять дурацкое слово, но дойдем до этого. То есть нужен план видеоролика. Что я рассказываю, как я могу это проиллюстрировать, что я могу показать. Второй элемент, который принципиально важен – это позиционирование. Потому что вам нужно понимать, кто ваша целевая аудитория и какую проблему ваших зрителей решает ваш видеоролик. Чтобы сделать это максимально наглядно и доходчиво. И чтобы использовать те элементы наглядности видеоролика, которые будут наиболее близки вашим зрителям. Например, если вы производите обзор телефонов, вам нужны как минимум эти телефоны. Вам нужно взять их в руку и показывать, демонстрировать экран, например. Что-нибудь вот такое. И, соответственно, это уже будет наглядный материал. И если вы что-то объясняете, можно что-то писать на доске. Можно взять какие-то предметы, показывать их и затем рассказывать, демонстрировать какое-то взаимодействие. И все вот это выстраивает наглядную композицию вашего кадра и динамику видеоролика. Потому что, когда вы такой видеоролик засняли и использовали соответствующий, сопутствующий набор предметов, которые используются для повышения наглядности, вы можете заранее взять листочки, написать на них основополагающие мысли видеоролика, демонстрировать их в кадр, вы можете взять необходимый набор предметов, которые вы тоже будете демонстрировать в кадр. Вы можете продумать, в какой локации вы произведете съемку, как вы будете проходить, когда, о чем рассказываете, что в этот момент демонстрировать. Ведь вы можете, например, произвести обзор чего-то. Обзор дома, автомобиля, видеорегистратора или холодильника, в конце концов. Да вариантов на самом деле масса. Или снять вашего котика, как это делает автор канала, и рискина мудрость, за что ему огромный респект. Когда у вас уже есть видеоролик, он записан и лежит на карте памяти вашего телефона или камеры, то дальше вы его загружаете на YouTube, этот видеоролик. Естественно, сразу не публикуете, потому что вам нужно оптимизировать метаданные вашего видеоролика. То есть подготовить название, описание и теги. И здесь, как я уже говорил, как предлагает Ник Нимин, мы еще на этапе планирования на самом деле придумываем название и значок видеоролика. Потому что это обеспечит оправдание ожиданий зрителей и высокий CTR. Соответственно, метаданные уже будут предопределены, по сути. То есть мы просто подгоняем то, что было задумано, дошлифовываем в метаданных видеоролика. И это в совокупности с прикольным значком видео, который часто можно сделать просто в варианте стоп-кадра. Для многих тематик это работает очень даже хорошо. Это нам обеспечит высокий CTR. И ваш видеоролик будет давать высокую конверсию из показов в просмотры. И если вы снимаете актуальный контент, это следующий важный пункт, актуальный контент, то ваш видеоролик будет набирать просмотры. Что такое актуальный контент? Контент, который сейчас востребован зрителями, которые смотрят зрители, которые зрители ищут, хотят видеть. То есть там будут показы. Если мы все сделали правильно в плане подготовки сценария плана видеоролика, определение позиционирования того, для кого этот видеоролик, какую проблему он решает, подобрали правильные, интересные, привлекательные, цепляющие метаданные, обеспечили таким образом высокий CTR видеоролика, то актуально снятый контент выстрелит. Он даст показы, а дальше ваш правильный подход в реализации даст просмотры при высокой конверсии из показов. И, соответственно, если видеоролик цепляющий, интересный, достаточно динамичный, вы правильно подгадали хронометраж видео, вы правильно подгадали, что и как продемонстрировать, какие вы можете сделать планы и кадры даже одним дублем, это обеспечит высокую среднюю продолжительность видеоролика. А это будет сигнал для YouTube о том, что видеоролик качественный, значит ему надо дать больше показов, будет больше просмотров. Видеоролик отработает на ура. И именно это наша цель для того, чтобы набирать больше просмотров. И, соответственно, попробуйте с учетом вот этого всего следующий ваш видеоролик сделать без монтажа. Вы потратите 5 минут вашего времени на то, чтобы подготовить сценарий, придумать что и как вы будете демонстрировать видеоролики, продумать ход мыслей, ход повествования. Отснимите это, проделывайте вот эти все необходимые действия и подготовите видеоролик к публикации, опубликуйте. Поставьте лайк этому видеоролику, чтобы потом найти его понравившихся и написать результат. Будет ли ваш видеоролик на том же уровне трафика, что и ролик, где вы заморачиваетесь с монтажом. Или может он наберет меньше или больше просмотров. Посмотрите. Очень важно понять ваше мнение и вашу результативность в этом вопросе. Поэтому жду ваш фидбэк. Спасибо. Коно Ден. Мы говорим про YouTube. И следующий ролик поможет вам еще больше повысить эффективность того контента, который вы создаете. Поэтому не пропустите. Включите колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Пока.